День с толком Барнаул В студии Андрей Дреер Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютьюбе Смотрите в этом выпуске Поликлиники Барнаула включились в работу по выдаче бесплатных лекарств коронавирусным больным Как работает доставка? Сегодня день героев Отечества Как в Барнауле почтили память известного фронтовика Алексея Скурлатова Безграничное милосердие Неравнодушный Барнауле спасает всех от котов до мышей и рыбы В Минздраве Алтайского края опровергли информацию о возобновлении плановой медпомощи с 9 декабря В ведомстве пояснили, что новость, которую накануне растиражировали СМИ, не соответствует действительности По словам министра Дмитрия Попова, в крае лишь идет подготовка к началу работы в прежнем режиме Жителям остается ждать, когда будут внесены изменения в указ губернатора о возобновлении плановой медпомощи Тем временем за сутки в лабораториях края было выявлено 222 новых случаев заражения Из них 63 у жителей Барнаула За день в ковидных госпиталях региона умерли 14 человек В тяжелом состоянии сейчас находится 489 пациентов Более 100 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких Но есть и хорошие новости Накануне сразу 316 пациентов покинули красную зону и отправились поправляться домой Добавим, на данный момент ковидные госпитали региона заполнены почти на 70% Все поликлиники Барнаула включились в работу по выдаче бесплатных лекарств больным коронавирусом Специалисты уверяют, что теперь получить востребованные препараты, которые найдешь не в каждой аптеке, смогут все нуждающиеся Анастасия Дороган узнавала, как происходит доставка лекарств на дом и могут ли отказать в помощи Буквально пакетик с первой помощью Препаратов немного Пациенту по этому адресу уже исключили пневмонию, а вот маска на коронавирус еще нет К врачам он обратился вчера, а сегодня его схема лечения уже готова Павел почувствовал себя нехорошо накануне Утром у него была температура 38 градусов На работу он не пошел, пандемия вещь серьезная, нужно перестраховываться Сразу вызвал медиков Второй для нас, согласен, лечением амбулаторных условий Теперь бы, беспокоится Павел, открыть больничный дистанционно Эта онлайн-процедура ему пока не знакома А с лечением, уверен мужчина, все теперь будет в порядке Разбирают быстрые такие лекарства Слышал об этом Само собой, конечно, что удобно Никуда не ходить не надо Тем более маме уже 80 лет, куда она пойдет А мне сейчас на улицу выходить тоже нежелательно Бесплатное лекарство развозят по домам с 1 декабря Медики объезжают в среднем по 10 надобных пациентов ежедневно Как правило, все они имеют среднюю или легкую степень тяжести заболевания Однако даже спустя 9 месяцев пандемии И осенней истерии из-за того, что не могут дождаться врачей В декабре 2020-го остаются те, кто тянет с обращением к медикам до последнего Когда пациенты не обращаются за медицинской помощью То есть в домашних условиях самостоятельно лечатся Пневмония осложненная уже То есть дома лечат самостоятельно уже Когда приезжаешь уже и сатурация низкая То есть и общее состояние тяжелое Негативных реакций на курьеров лекарств практически нет, говорят врачи Исключения, конечно, бывают, но их списывают на отпечаток заболевания Кстати, бесплатные лекарства жители смогут получать Не только с момента подтверждения пневмонии или коронавируса Медики идут на опережение Если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден Но присутствуют как минимум два симптома, сходные с ковид-клиникой Ему будут давать бесплатные препараты Другими словами, если ваша температура выше 37,5 градусов И нет обоняния Или есть одышка с высокой температурой То вам не стоит выходить из дома И нужно обязательно позвонить врачу Чтобы в ближайшее время привезли нужные препараты Напомним, по расчетам Минздрава На лечение одного человека уходит порядка 10 тысяч рублей И на ближайшие месяцы нужные суммы на лекарства больных ковидом в крае есть Анастасия Дороган, Андрей Печеркин, День с толком До конца года Федерация направит алтайским аграриям Пострадавшим от засухи субсидию на компенсацию черба Сегодня об этом сообщил министр сельского хозяйства края Александр Чебатаев на заседании правительства региона Напомним, лето 2020 года выдалось особенно сложным для всей сельхозотрасли Из-за сильнейшей засухи в крае был введен режим ЧС Наибольший урон понесла западная и восточная Кулунда Пострадало порядка 240 хозяйств Погибло 150 тысяч гектаров сельхозкультур Как следствие, значительно снизилась продуктивность кормовых угодий К слову, господдержку уже получили пострадавшие животноводческие хозяйства Свыше 347 миллионов рублей на очереди растений и воды В ближайшие дни ожидаем поступления средств из федерального бюджета На компенсацию ущерба в результате гибели застрахованных поселов Это 45 миллионов 600 тысяч рублей Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации принято 5 декабря Надеемся, что наше обращение в Федеральный Центр о дополнительной поддержке аграриев Не застраховавших свои посевы, также не останется без внимания Несмотря на все сложности, чистая прибыль сельхозорганизации побила рекорд 2016 года И составила больше 18 миллиардов рублей Общий ток собранного урожая зерновых около 4 миллионов тонн Это, по словам министра сельского хозяйства, позволит обеспечить потребности внутреннего и внешнего рынков Почти 21 километр дорожного полотна обновят в краевой столице в следующем году По нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги В список на ремонт попало несколько мостов В том числе через реку Барнаулка на Челюскинсов и Пивоварку на Северо-Западной Северо-Власихинский проезд, Зминогорский тракт, улицы Горнолыжная, Парфенова и Кулагина Масштабные работы, сразу 8 объектов запланированы в барнольских поселках Спутник и Авиатор В мэрии добавили, что в список на 2021 год могут попасть Северо-Западная улица и Павловский тракт Как важные транспортные артерии До конца года должны определить подрядчика работ На ремонт вместе с мероприятиями по безопасности дорожного движения направят 907 миллионов рублей Одна половина – средства федерального бюджета, другая – краевого и городского В этом году в перинатальном центре ДАР появились на свет порядка 400 недоношенных детей В том числе 54 с экстремально низкой массой тела Большинство таких новорожденных в медики центра выходили А недавно здесь открылась школа для мам недоношенных детей Как родителям помогают психологически и учат обращаться с малышами в быту Смотрите в сюжете Любой лукой вы зачерпываете водичку и окупываете малыша водой Обязательно моете головочку Так проходит одно из четырех занятий для мам недоношенных младенцев в центре ДАР Слушает их и Маргарита Ее сын маленький Сережа появился на свет раньше срока, на 26 неделе Естественно, был шок, когда я увидела малыша Он был такой маленький, худенький, вес его был кило 190, рост 37 сантиметров То есть у нас дома кот был больше, чем он Была депрессия поначалу, что переживала, он не мог самостоятельно дышать Врачи центра не только помогают таким малышам появиться на свет и поддерживают их в стационаре Но с недавнего времени помогают каждой молодой маме принять недоношенного ребенка и правильно его выхаживать В этом году центр ДАР заключил договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Право на чудо» Мамам читают лекции и оказывают психологическую помощь У нас подбодрили, что я не такая первая, что такие малыши есть Показали, как ухаживать, как менять памперсы, как кормить и перекладывать с одного бочок на другой бочок Купать, кормить и правильно реагировать на любой фортель, который может выкинуть малыш, когда окажется дома Очень часто недоношенные детки, они перегреваются Поэтому мамы часто просто спрашивают, что нам делать, когда у ребенка температура 37, например Поэтому мы стараемся сразу говорить, вы не пугайтесь Большинство тех состояний, которые могут возникнуть у недоношенного ребенка, паниковать не надо То есть тут просто нужно либо сменить положение малышу, либо его там немножечко охладить, так скажем Ничего такого страшного делать не нужно Рассказывают и показывают, что делать при патологических состояниях у недоношенных детей После окончания короткого курса мамам дают брошюры, но главное После выписки из стационара женщинам предлагают удаленное сопровождение в течение двух месяцев За это время родители адаптируются к жизни со своей крохой Андрей Дреер, Дмитрий Денисов, День с толком Сегодня в День Героев Отечества в Барнауле почтили память известного фронтовика Алексея Скурлатова Его честь в краевой столице открыли новую именную аллею Вместе с родственниками ветерана, курсантами и общественниками дань уважения земляку отдала и наша съемочная группа Яблоневая аллея на улице Профинтерна Сегодня здесь собрались те, кто уважает и чтит память об Алексее Скурлатове Алтайский фронтовик, прошедший всю войну, стал прототипом знаменитого памятника Алеша в Болгарии Олицетворением советского воина-победителя Очень много героев Алеш, которые ушли на фронт с Алтайского края и не вернулись Есть и Алеши, которые вернулись с фронта, но уже в силу возраста, наверное, уже почти нет живых Пусть это будет память и им тоже, всем Алешам, которые ушли воевать с Алтаи Присвоить пешеходные зоны имя Скурлатова предложили активисты Общероссийского народного фронта Идею поддержала и власти рядовые горожане По мнению людей, аллеи и монумент помогут приобщить молодежь к патриотизму Для моих ровесников, кто прожил, родился во время войны, до войны, ну и до сих пор, это очень важно Очень важно, и не только для нас, я думаю, что это для молодежи Сейчас так мало всего, и молодежь должна все это знать, что были такие люди и сейчас еще есть Чтобы мы вот такое поколение чуть-чуть понимали, что люди служат в армии и так далее И защищают родину Аллея Скурлатова появилась на одном из прежде безымянных городских мест Таких в городе еще немало, говорят активисты и предлагают включиться в работу по присвоению им названий в честь выдающихся земляков Предложение от всех желающих принимает культурологическая комиссия Барнаула Мария Микшута, Николай Шелко, День с толком Пандемия привела к росту числа депрессий Особенно подвержены им пожилые, одинокие люди, об этом говорят специалисты Но среди постояльцев Барнаульского дома престарелых есть оптимисты, которые не просто хотят жить, но и помогают сохранить жизнерадостность другим О том, как не потерять позитивный настрой даже в сложное время и весьма почтенном возрасте, узнавал Никита Ермаков Песни под баян, частушки, такой досуг большинство постояльцев дома престарелых уважает и им не пренебрегает Поют почти каждый день, зазывая в гости местного музыканта О пандемии старики наслышаны, но на болезнях не зацикливаются Одна из тех, кто не любит отчаиваться, Галина Петровна Она главная рукодельница пансионата Вяжет коврики, а также носки и шапки для своих внуков и правнуков, которых, к слову, больше, чем игроков в футбольной команде 14 человек Свои творения бабушка одела и постояльцев пансионата, которых к тому же стремится приобщить к своему хобби Что делать-то? Ну, занимаемся чем можем Такая жизнерадостность – нехарактерное явление для домов престарелых Ведь на закате жизни многие из постояльцев остаются одинокими и очень страдают от этого Руководство центра старается скрасить досуг подопечных, проводит мастер-классы и организует праздники Один из самых любимых, конечно, Новый год Замотивированные пожилые люди, да, они быстрее начинают ходить, если у них есть стимул Они быстрее выздоравливают, если у них есть стимул Ну, а когда стимула нет, то есть они быстро увядают Специалисты дома престарелых гордятся своими подопечными, которые, несмотря на что, находят смысл в жизни и при этом поддерживают других Но сотрудники центра призывают родственников не забывать о своих стариках Ведь главная радость для последних – внимание и забота близких людей Никита Ермаков, Алексей Фризин, День с толком Главный проспект Барнаула в преддверии Нового года украсит светодиодный фонтан Его установят до 15 декабря Накануне праздничное оформление краевой столицы обсуждали на Оргкомитете власти города Напомним, на обустройство главного ледового городка, который начнут возводить уже завтра в этом году, потратили больше 16 миллионов рублей Из них 10 миллионов пойдет на заготовку льда А пока специалисты протягивают иллюминацию и собирают новый светодиодный герб города Отметим, что в праздники на площади не будут работать аттракционные, но свою деятельность сохранят точки общепита Питание сохраняем, перекусить, человеку погреться Есть новогодний праздник, он и есть новогодний праздник С учетом все-таки прогнозов, я не думаю, что там будет скопление Потому что действительно мы выходим с вами на морозы Ну какие-то горочки, вот они будут Надо единственное, что подумать, как нам включить вот эту безопасность Ну от всего мы здесь не закроемся Ну давайте, наверное, так, маленькие поставим, да? Чтобы в период пандемии несколько снизить поток гостей на площадь Власти решили построить городки небольшого размера Для самых маленьких барнаульцев В целом в период новогодних каникул в городе будет работать больше 74 спортивных объектов 32 хоккейные коробки, 21 каток и столько же лыжных баз Также будет открыт планетарий Сердобольный барнаулиц прославился в социальных сетях Дело в том, что он готов спасать не только братьев наших меньших Но и всех живых существ, вплоть до пойманной рыбы Неравнодушный мужчина вот уже несколько десятилетий выхаживает разных животных А затем отпускает на волю О человеке с большим сердцем в сюжете Валентина Аскеровой По правую сторону собственное производство, по левую собственное озеро В него каждое лето Игорь Афонин выпускает рыбу Специально покупают ее в магазине и отпускает в свободное плавание Рыбачить у нас здесь нельзя Лед здесь тонкий, вода проточная В общем, наверное, хорошо зимовать Там щуку выпускали маленькую, сейчас уже выросла большая, ее не видно Но рыбу ест, но это природа Так она благодарна за тепло и мишку супа Еда, собственная будка и, конечно, забота и внимание Еще пару месяцев назад о таком собака по кличке Фаня не могла и мечтать Ее бездомную, трясущуюся от холода увидела одна из сотрудниц Игоря Сердце Елены не выдержало У нас сотрудники, которые у нас работают, тоже многие помогают То есть забирают себе домой, многие живут в частных домах Поэтому, ну, сильно проблем нету Кошечки, собачки Ну, всем находим добрые руки Добрые даже слишком Так отзываются сотрудники о своем начальнике Игоре Афонине Сам же мужчина признается, что к милосердию пришел не сразу Научились змей бить Иду, смотрю, змея лежит на солнце, такая довольная Давай вспоминать А я с удочкой шел Как стукнула она, бедная, наполам Там давай крутиться Ну, я убежал И вот всю жизнь помню С тех самых пор и помогает К взглядам телекамеры Игорь Анатольевич не привык Настаивал, чтобы внимание уделяли не ему А его заботливым девчонкам-сотрудницам Люся и Сойка настоящие хозяйки цеха по производству рабицы Прописаны здесь уже несколько лет Совсем недавно в свою семью приняли голубя Гошу Его Игорь Афонин подобрал без хвоста Выходил, попытался отпустить Но тот ни в какую Он вчера сидел на опушке Качался и ни в какую не полетал А еще мужчина категорически ярый противник охоты Он не понимает, как можно смотреть в глаза животному Изводить при этом курок На охоте ходят, белок стреляют Целятся в глаз Она сидит, смотрит на тебя И ба-бах Потом собирается Я 60 убил, а я 65 Ну, ты герой Кто герой? Многие барнаульцы, узнав о сердобольном земляке, сочли его слишком мягким В комментариях в соцсетях они писали, что мужчина оторван от жизни и современных реалий Однако Игорь уверен Чем больше будет неравнодушных людей в мире, тем добрее будет этот мир в целом Валентина Аскерова, Александр Антропов День с толком А на этом все новости на сегодня от программы День с толком Барнаул Спасибо всем, кто нас смотрит и не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб Для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи! Субтитры подогнал «Симон»